Всем привет! Друзья мои, я в процессе и, как и обещала, шью вот такие сумочки-косметички. Вернее, в прошлый раз я вам показала только ткань и озвучила, что это будут, ну, условно говоря, косметички. И планировала показать сразу три готовые, но, друзья мои, вы настаивали на том, чтобы я показывала по одной, хотя бы по одной, потому что переживаете, что я снова останавливаюсь. Нет, все в порядке, все под контролем и одна сумочка готова. Вот так она выглядит. Я очень довольна. Это очень-очень простой вариант. Так называемые косметички из прямоугольника, смотря как вы сострачиваете, в зависимости от этого, то ли вот так будет, то ли здесь будут вот такие, более привычные швы. Ну, в общем, мне очень хотелось сделать такую. Якобы это косметичка из какого-то японского журнала, какого, я не знаю, но эта модель так давно гуляет в интернете, что, честно говоря, даже не пыталась искать истоки. Очень давно вижу эти модели во всемирной паутине. Правда, они идут без ручек, без ничего. Вот такой вариант. Но я подумала, ну, ограничители здесь, скорее всего, не нужны. Но и так дальше молния никуда не пойдет. Да и, по идее, будем открывать. Буду открывать так. Так, но ручку все же сделала. Ну, мало ли, вдруг мне захочется ее взять с собой именно за ручку, а не посредине или как-то еще. Но сейчас она пустая, я открою, покажу, как она выглядит внутри. Поэтому пока вот так. Так, попробуем показать ближе. Ручку сделала точно такую же, как у меня здесь получилась молния, то есть полтора сантиметра. Ну, в принципе, вроде бы все нормально. Единственное, что мне не очень понравилось, это то, чтобы сэкономить ткань, ручку кроила под олевой, а не как я люблю по косой. И что именно мне не нравится, а то, что когда вот так ее если сложить, то получается вот эта маленькая волна. Когда по косой этого нет. Ну, многие на это не обращают внимания, а я вот такая противная обращаю. Ну, так вроде бы все ничего. Все в порядке. Это мне очень нравится. Мордашка такая. Не могу понять, что она мне напоминает. То ли хрюшку, то ли бабочку. Ну, в общем, что-то, что-то такое. Хотела сказать первый, но, получается, второй раз я стягала топ, естественно, сантимпон и подкладку одновременно. И только потом уже обработала края бейкой. Обычно в 99 случаях я всегда топ выполняю отдельно, подкладку отдельно и только потом их соединяю. Ну, сейчас я на секундочку положу фотоаппарат и покажу, как выглядят швы внутри. Вот я приоткрыла сумочку и заглядываем внутрь. После того, как пришила молнию, швы обработала косой бейкой. Так, да. Эта сторона на машине, а эта руками. Ну, в принципе, все как обычно. С этой стороны тоже самое. Это руками. Это машина. Вот такое симпатичное донышко. Вот в таком виде, но почему-то лукошко напоминает. Ну, и, кстати, думала выворачивать, можно не выворачивать. Тот самый шов. Боковой этот. И этот также обработан косой бейкой. Ой, ну да. Так что, вот так выглядит сумочка. Внутри вот так выглядит снаружи. Конечно же, в такие сумочки каждый складывает то, что ему нужно. Но вот косметики у меня здесь точно не будет, потому что, вообще-то, я шила эту сумочку с той мыслью, что особенно в поездке мне нужно куда-то складывать самые разные шнуры. Провода, зарядное устройство от телефона, фотоаппарат, возможно, и сам фотоаппарат. Хотя лучше, конечно, и мы шить отдельный домик. Наушники. В общем, все то, что взять с собой нужно, оно не очень удобное, потому что то запутывается, то еще. В общем, его надо куда-то спрятать, и чтобы оно было компактно. Оно это все вместе. И, в принципе, здесь поместится еще кое-что. Кто-то в таких сумочках хранит нижнее белье, кто-то. Ну, в общем, все, что угодно. Для, возможно, для зарядок она немного великовата. Но, как я говорила, увеличила размер. Для эксперимента посмотреть, как это будет выглядеть, чтобы уже вот в этом варианте не ошибиться. Но, поверьте, даже если она получилась чуть больше, чем мне надо, я найду, что в нее сложить. И это будет очень-очень удобно. Ну, я уже довольна. И надеюсь, что также будет довольна обладательница вот этого будущего комплекта. Если свою, пусть будет косметичку, я строчила по направляющим, с помощью малярного скотча, у меня есть видео, как и что, то в данном случае, ну, я есть я и простых путей никто не ищет. Даже несмотря на большой перерыв в рукоделии, я решила... Вы видите, что булавки расположены якобы хаотично. Нет. Я решила попробовать снова, вернее, не попробовать, а выполнить свободноходовую стежку. И именно вот по этим, по этому рисунку, по этому узору. Ну, конечно, доля авантюризма есть, потому что столько вообще не шить, столько времени. И вдруг сразу за свободноходовую... Ну, это... Ладно. Надеюсь, что попаду туда, куда надо. Очень надеюсь. Так что это вот-вот сегодня же я начну строчить. И... Ой, как же я довольна. Боже мой, сколько собиралось. Ну, это мне напоминает, как... Наверное, столько же времени я собиралась шить колокольчики. Прихватки колокольчики, от которых теперь просто в восторге. Готова их шить с утра до вечера. Настолько они удобные. Кстати, они у меня по всей квартире, и не только на кухне, нашли свое применение. И на секунду вернусь к делам. Давно минувших дней я вам показывала во всех подробностях, как шила вот эту косметичку. Ну, здесь и, скажем так, и косметика в том числе. Так вот, по прошествии такого времени она со мной... Ну, просто, просто всегда и везде. Есть такое выражение и в хвост, и в гриву. Так вот, ее я таскаю с собой действительно везде. Потому что сумка у меня большая. Сложила все, что мне надо туда. Даже если я еду переодеться в поезде. Сюда сложила все остальное. Она становится... Или ложится в сумку. Сумка закрывается, и... Основные мои сокровища находятся здесь. Как раз вот эта сумочка из серии снаружи меньше, чем внутри. Она кажется очень небольшой и своеобразной такой по форме, особенно из-за этих ручек. Но, боже мой, какая же она удобная. Ну, то, что не помещается здесь, ну, вот зарядки я сюда не складываю, подозреваю, что будет здесь. И так как сумки я люблю большие, ну, я вообще все люблю большое, то вполне возможно, что это вообще будет располагаться вот так. И там будет все, все, что мне надо. В открытом виде она выглядит вот так, но сейчас она полупустая. Количество отделений просто блеск. Не могу нарадоваться. Здесь что-то лежит. Здесь что-то. Что это? Зубная паста маленькая. Здесь немного косметики. Здесь даже карты самые разные. Что здесь? Здесь действительно косметика. Здесь еще что-то. Но это оправдывает свое название. Косметички. Здесь еще что-то. В общем, вы знаете, когда я куда-то еду и ее складываю, да, она действительно еле закрывается. Это к тому, о чем я переживала вначале. Боялась, что будет что-то высыпаться, потому что в пустом состоянии вот тут получаются дырочки. Так вот, когда она наполненная, никаких дырочек нет. И здесь помещается действительно все. Я настолько довольна, что собралась даже сшить на подарок еще точно такую же. Потому что действительно нравится. А если мне нравится, то я и могу точно такое же подарить. Ну, от всей души ведь. Но это я отвлеклась. Сегодня в центре внимания вот эта сумочка. Вернее, не сегодня, а сейчас. Потому что, как только выложу видео, займусь вот этими сумочками. И так далее. В общем, я снова шью. Спасибо большое всем друзьям, которые обрадовались, которые ждали, которые меня поддерживают. Большое-большое всем спасибо. И до скорой встречи в этой же рукодельной рубрике. На этом, на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения и, конечно же, творческого вдохновения. Без него никак. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!